В Санкт-Петербурге состоялся центральный матч недели, в котором «Зенит» принимал «Локомотив Кубань». Дмитрий Хвостов убежал в быстрый отрыв, но завершить его набранными очками не удалось. На пути встал бывший одноклубник Дмитрий Кулагин. Уоу! А вот Джонни О'Брайнта остановить никому не удалось. Мощный слэм в исполнении форварда Лока. Наслаждаемся еще раз. Первую четверть эффектно закрыл Матео Шпанитко. Польский баскетболист разобрался с обороной соперника и отправил мяч в корзину своей бывшей команды с сиреной, чем очень порадовал своего тренера. Всего 8 секунд понадобилось гостям, чтобы успешно отзащищаться против Уилла Томаса под своим кольцом, а затем организовать свою атаку, которую красивым данком с двух рук завершил Дмитрий Кулагин. Бэм! В середине второй четверти преимущество Зенита стало двузначным после дальнего выстрела Эндрю Арбиси. А после большого перерыва отрыв увеличился до плюс 18. Но Колтону Айверсону и этого было мало. Фантастический блок от центрового хозяев. Сэм Деккер стал одним из лучших в составе Лока. У него 13 очков. Самым результативным игроком в составе гостей стал Джонни О'Брайнт. У него 18 очков. В этом моменте американец первым добрался до чужого кольца и забил Эндуан. За 6 с половиной минут до конца матча Уилл Каммингс сравнял счет. После этого уже хозяева были в роли догоняющих. Уилл Томас забивает с фолом и сохраняет интригу в матче. Решающим моментом встречи стал этот блокшот Джонни О'Брайнта на Тиме Обрывайтеся. Итоговый счет 86-80. Локомотив Кубань вырывает победу в Санкт-Петербурге.